Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня мы приготовим один из рецептов очень вкусного, полезного и целебного супа. Суп у нас будет овощной, с проросшей пшеницей. Должен быть вкусным. Могу уже начинать? Ну, подождуй, постой, постой, Танюша. Дело в том, что очень важно перед тем, как мы готовим пищу, получить благословение и прочитать молитву благодарственную для того, чтобы наше блюдо было наиболее и вкусное, и целебное. Есть такая легенда еще, она пошла с Киевской Руси. Приехал однажды князь в Киево-Печорскую Лавру к преподобному Феодосию. Вот, откушал кушанье у него различное, так они ему понравились. Вот даже зачитаю, значит, князь говорит преподобному, ты знаешь, отче, что мой дом наполнен всеми благами мира, но такой вкусной пищи, как у тебя, я не вкушал. Почему? Открой секрет. И преподобный Феодосий как раз отвечает, что говорит, да, у тебя там готовят рабы твои кушанье, она, значит, вроде бы дорогого, они там варят, но что они делают? Они перед тем, как приготовить, кто пойдет готовить, кто пойдет не готовить, ругается раз, значит, когда готовят пищу, бронятся два, разжигать огонь, бронятся там три, и все у них получается подневольно. А у меня же совсем наоборот. Надумало братья готовить пищу, вот как раз смотрите, как отвечал блаженный Феодосий. Если, благий владыка, ты хочешь знать, почему это, послушай, я тебе скажу, когда наше братье собирается варить горячую пищу, и как раз мы и собираемся варить горячую пищу, или печь хлебы, хлеб очень сильно в себя вбирает информацию, они соблюдают такой порядок. Прежде всего приходит инок к игумену и берет у него благословение. Потом, поклонившись перед святым алтарем три раза, до земли. Зажигает свечу от алтаря, этим огнем зажигает трава, видишь, от алтаря зажигается, что интересно. Зажигается, значит, огонь в поварне или в хлебне. А когда нужно вливать воду в котел, инок говорит старшему, благослови отче. То есть, вот у нас водица, надо обязательно к ней отнестись с любовью, с благодарностью, мысленно хотя бы, и она впитает эту информацию. Раз. Ну тогда, переведя на сегодняшнее, не то чтобы время, а на сегодняшнюю ситуацию, так как мы не в церкви, у нас нет алтаря, от которого мы будем зажигать огонь, у нас электрическая плита, я думаю, перед началом еды тогда можно прочитать одну из ярких, коротких молитв. Насколько я знаю, если время до полудня, то имеет смысл произносить «Господи, спаси и сохрани». Если время после полудня, нужно обращаться к Богородице, Пресвятая Богородица, помилуй меня грешную, ну или грешного. Нет, нет, там несколько иная молитва. Значит, как ты говорила первую молитву? «Господи, спаси и сохрани». Да, «Господи, спаси и сохрани», этого достаточно. Когда я поставлю воду. Мы поставим уже воду, чтобы она начала, воду мы уже обработали. И вот, когда мы вообще с вами говорим о приготовлении пищи, для того, чтобы она была и вкусная, и самое главное, целебная, первым делом надо, естественно, помолиться. Молитва простая. Вот, еще в Библии сказано, что прежде было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богом самим. Вот, поэтому вибрации, которые вокруг нас витают, они пронизывают всю воду, пищу, и тем самым, если они хорошие, они, естественно, нас будут делать более сильными, более молодыми, более здоровыми. Если же они какие-то разрушительные, мы о чем-то там думаем, или еще механически режем, овощи, а овощи, как раз, смотрите, они состоят из воды, или там, ну, хлеб уже никто не печет. Вот, кстати, картошку там режем и так далее. Вот, картошка. Кстати, о том, а стоит ли чистить картошку, так как мы с вами готовим целебный наш супик, для того, чтобы он был по-настоящему целебный, я видел, что ты хорошенько все это помыла. Вот, самое важное помыть. Дело в том, что в кожуре картошки содержатся такие микроэлементы, которых нету в середине. Поэтому моем и просто-напросто режем. Режем. Геннадий Петрович, я когда оказалась в Америке, первый раз в жизни, и была ребенком по обмену студентов, я когда увидела, что в их супах картошка с кожурой, я обомлела. Мне казалось, что это за люди? Или самые американцы. А смысл, оказывается, есть. Но смотрите, вот конкретно на этой картофелине, вот я вижу, мне вот местечко не нравится, я его срезаю. Срезай. Срежу без зазрения совести. Это можно срезать. Все остальное мы просто-напросто нарезаем. Я беру досточку свою. И вот это. Тогда вы режьте, а я ее убрала. Хорошо. С нее то, что мне не нравится. Мне кажется, нам будет достаточно даже одной картофелины, да? Я думаю, две. Так как мы готовим особый такой картофельный супчик, поэтому лучше всего порезать две картофелины. А вы знаете... И при этом не... И думать о хорошем. Да, думать о хорошем. Так вот, когда мы думаем о хорошем, когда мы помолились, то тем самым мы закладываем вибрации, вибрации, частоты, информацию о том, чтобы это блюдо было особенно полезно нам, было особенно полезно нашей семье. Более того, хозяйка, которая хочет, чтобы ее семья была дружная, чтобы ее семья, ну, будем говорить, надолго сохранила здоровье и муж верность, должна все это делать еще с различными там... Ну, как бы сказать, вот вкладываем различные информации. А какие, например? А какие, например? Да, вот очень интересно. Давай-ка здесь порежем. Какие, например? Ну, например, я режу картошечку с мыслями, чтобы моя Танечка была мне верной, любимой. Что же я ей делаю так, эту картошечку, чтобы, значит, у нее были там бровки, такие красивенькие, глазки блестящие, ногатки, значит... Зубки крепкие. Да, зубки крепкие, вот. Чтоб она меня любила, как я готовлю пищу для нее с любовью, так и она, чтоб откликалась на, значит... Я поняла, да. Вот. То есть такое. Я бы не сказал, что это приворотик, но это вот такие благие пожелания для того, чтобы семья была дружная, здоровая, и ни муж, ни жена никуда не ходили налево. Вот. Сюда еще. А я вспоминаю свое образование первое, лингвистическое, и, конечно, я вам могу сказать, что у звука есть волна, то есть у звука есть вибрация, поэтому молитва на воду, ну, она уже доказана, доказана учеными, что молитва структурирует воду и делает из мертвой воду живую. Ну, еще важно, что мы вкладываем в понятие мертва вода, что вкладываем в понятие живая вода. Это различные виды, конечно, воды, но, тем не менее, когда мы с вами молимся, когда мы с вами закладываем какую-то информацию, тем самым мы... Что еще делаем? Вот эта вот водица, она становится, приобретает особую структуру. Структура такая благородная, в виде там звездочек таких вот гармоничных. И поэтому, в первую очередь, что такое еда? Еда – это, прежде всего, восстановление структуры нашего организма, потому что он в основном состоит из воды, примерно на 80-70%. И в зависимости от того, какая вода будет, если кристаллы воды будут чистые, такие гармоничные, энергетика возрастает. Многие люди не понимают, от чего у тех или других людей могут быть экстрасенсорные способности, особенно, значит, такие, когда человек там не обращается к там подсустороннему миру или еще какому-то, а он сам как бриллиант становится таким мощным из-за того, что у него благие намерения, благие мысли. Вода становится красивой, кристаллы воды, и эти кристаллы гораздо мощнее могут принимать, трансформировать и передавать энергию. То есть только раз – благой посыл, хоп, и ты его чувствуешь. Я перевожу на себя, что люди, которые стремятся, интересуются всякими экстрасенсорными вопросами, имеют смысл, им имеет смысл начинать с себя? Конечно, все начинается с себя для того, чтобы все это приобрести. И в первую очередь это работа над собой по своему собственному. Пускай водительство нагреется, как оно закипит, мы услышим. Да, хорошо. А вот морковь? Морковочку. Давайте морковочку порежем. Или ты порежешь морковочку, я немножечко. Можно потереть. Давай тогда лучше натрем. Давайте. Ты будешь натирать. Это у вас хорошо получается. Хорошо, давай. Значит, натираем, на терочке. А мне сразу, знаете, что интересно? Какие продукты лучше воспринимают молитву? Оказывается, лучше всего воспринимают информацию, молитву, те продукты, в которых много воды. А именно, картофель. А именно, значит, морковка, свекла. Вот. Те продукты, которые, к сожалению, уже вареные, они уже не так все это воспринимают, потому что они, ну, там, искажаются свои собственные структуры и особенно хорошо воспринимают различную информацию, это зерно. Если мы будем с благостью его проращивать, с хорошими такими мыслями, посылами, оно будет расти хорошее и нормально. Если же мы с вами, наоборот, мысли будут дурацкие, слова плохие, то оно заплесневеет и оно не будет прорастать. Ну, просто она просто погибнет. Как мы заговорили, затронули тему плохих слов, я хочу вспомнить замечательный совет, цитата одной моей подруги, которая учится в Свято-Тихоновском университете на факультете богословия. Она говорит, мат мат разрушает град. Красиво? Да. Мат разрушает град. И вы знаете, я тогда дополню, мат разрушает град, а именно град своего собственного тела в первую очередь. Далее, если человек мотится, он просто-напросто неприятен окружающим и действительно разрушается семья. Вы знаете, жить в семье, где постоянно кто-то матюкается, ну, просто-напросто невозможно. И такие же отношения, если идут в городе, кто-то просто-напросто плохо относится. Вот такие постоянно слова кидают, то люди становятся в городе злые, чуждые друг к другу, и никакой общественности нету, и, естественно, такой город долго не устоит. Так, натираем свеколку. Выкипает уже наша вода. Угу. Вопрос по соли у меня, конечно, потому что это же тоже кристалл. По соли. Соль мы будем класть в конце, когда приготовим блюдо, по вкусу. В конце по вкусу, да? Да, в конце по вкусу. Так, трём с хорошими мыслями. Я подумала, у вас же всегда есть корни и сельдерей, и это всё. Можно и сельдерея. Это имбирь, может быть, можно кусочек положить. Можно, как раз у нас сельдерейчик есть там. Пойду в холодильник. Да, давай в холодильничек. И вы знаете, я ещё пока скажу, а какие действительно молитвы? Вот сейчас современный человек, он особо не знает никаких молитв. Простая молитва, Господи, дай мне пищу, чтобы она пошла мне на здоровье. Господи, дай мне пищу, которая пойдёт мне на здоровье. Я её тоже натру. Вот. И этого уже достаточно. Если же помолиться Богородице, молитва Богородице такое, Богородице, Деву, радуйся благодатно Марии, Господь с тобой благословен и ты срежён, благословен плод шрифа твоего, яка спаса родила, если душ наших. Всё, уже Благородица, наложила свои ручки, дала свою информацию, чтобы это блюдо было нам полезно. Было нам полезно. И даже в этом блюде у нас будет сельдерей, вы его натрёте, да? Да. И сельдерей, кстати, сельдерей он будет давать, интересно, он будет давать особую такую силу и как мужчинам, так и женщинам, так и детям. Поэтому сельдерей в небольшом количестве, но обязательно включайте в свою пищу. Лучше всего, конечно, корневой. О, тут он уже у нас слишком высох, поэтому высохшее мы срежем. А я, знаете, признаюсь, что думаю, раз корешок, корнеплод, просто в бульон для аромата, без тёрки, тоже же можно? Можно. И действительно, мы тогда его просто-напросто не будем тереть на тёрочке. А потом я его вытаскиваю, я могу так лук класть, например. Мы его кубиками, кубиками порежем, у нас будет, ой, какой душистый сельдерей, вот, свеженький сейчас отрезали, вот так вот, и его вообще-то надо жевать, пускай. Сельдерей полезен для того, чтобы у нас ещё зубки укреплялись, он пойдёт по желудочно-кишечному тракту, будут возбуждать вот эти все пищеварительные, там железы, соки выделять и так далее. Всё, Танюша. Давайте пожуём, пока у нас варится картошечка, значит, смотри, что там произошло по... Ароматный, судери. Новости, новости какие. Вода закипела, уменьшили огонь, картошечка варится буквально 2-3 минуты, так как мы её мелко нарезали, можно уже, наверное, будет добавлять и морковь, и свёклу. Хорошо, как только морковочка у нас будет готова, действительно, добавляем ещё морковь, свёклу, зелень, немножечко всё это поварилось, и всё, блюдо у нас готово, мы это оставляем. Ну, мы же можем дать такое напутствие на авторскую рецептуру для наших зрителей. Вот основа-то в чём? Это овощной суп с проросшей пшеницей. Да. Наш главный секрет. А овощи люди могут добавлять и комбинировать по своему желанию. Это точно. Здесь должно быть действительно творчество. Вы хотите морковочки, там больше, меньше, свёклки, там побольше или там поменьше, сельдереи, и прочее, прочее, прочее. И я ещё хочу рассказать о том, а как себя вести за столом. Да. Дело в том, что за столом, когда мы садимся, помолились. Приём пищи это должен быть такой, ну, своего рода таинство, потому что во время него мы с вами строим своё тело и здоровье. Поэтому никаких не должно быть разговоров, каких-то деловых или ещё чего-то, чтобы не отвлекался ум на какие-то там такие процессы, совершенно противоположные нашему здоровью. Наоборот, шутки, веселье, какая-то там радость такая вот, семья объединилась за столом, поглощаем пищу, тщательно жуём, это будет то, что надо. А когда наоборот человек начинает всё вот это вот, ещё ругается за столом, вот они встретились для того, чтобы выяснять отношения во время приёма пищи. Это вообще недопустимо, такого не должно быть. Поэтому люди потом, они удивляются, а почему у них давление повышено, а почему у них там, допустим, кости начинают разжижаться или там куда-то там остеопороз возникает. А потому что мало обращают внимания на свою ежедневную жизнь, которая включает конечно же и трапезу, к которой стоит относиться грамотно. И при этом эмоциями во время поглощения пищи они себя разрушают. То есть этого не должно быть. Я сейчас ещё раз попробую картошечку, потому что мне кажется это имеет смысл. Давайте, давайте. Добавляем мелко натертую морковь. Испомнил один эпизод? Ну, точно. Хорошо, что оставили с кожурой. Да, честное слово, очень вкусно. Кстати, как раз вот в этой вот кожуре содержится гораздо больше микроэлементов, нежели в середине и более того под самой кожурой находится особый слой таких бумаговит веществ. Он содержит много ферментов, которые помогают расщеплять картофель. А я добавляю закладывающую свёклу. И вот как только это закипит, на самом деле мы можем считать, что готово. А сельдерей я-то ещё не добавила. Вот этот вот сельдерейчик. Да. Добавляем сельдерей. Так, зелень мы будем украшать. Зелень мы сейчас мелько порежем и будем добавлять практически уже готовое блюдо. Почему? Потому что она быстро разваривается и чтобы, знаете, сохранила свою, как бы сказать, первозданность, сохранила свою хрустинку, тогда она будет полезная, полезная, да, хорошая и желанная. А когда всё разварится в какую-то бумагу такую, знаете, то толку не будет. А я вспомнила, какой эпизод. Вот, например, заходит компания в кафе, действительно хотят поесть. И вот в этой компании есть курящие, а есть некурящие. Вот на что я обращала внимание. Стоит эта компания, их люди, значит, ну, мэтр Дотель спрашивает, вам курящий зал или некурящий? И те, которые некурящие, стоят и молчат. А я сейчас понимаю, люди некурящие, говорите, мы выбираем некурящие. Почему? Потому что вот эта атмосфера этого дыма тоже сказывается отрицательно. Отрицательно сказывается на нашем здоровье. На нашем здоровье и именно во время приема пищи. И, кстати, достаивайте на некурящем зале. Правильно, я думаю, что скоро как раз закон этот выйдет и уже меньше будет курить гораздо. Так вот, Таня подняла очень интересную еще тему. Вот вы зашли действительно в кафе покушать, а рядом там люди сидят, они могут как-то сквернословить или еще что-то говорить. И вы знаете, есть довольно-таки неприятно. И что получается, когда человек еще сквернословит, особенно за столом, то тем самым вот эти скверные слова, как мы уже ранее говорили, притягивают сущности, которые могут войти в еду, питье и так далее. И потом, естественно, попадает вам и ни о каком здоровье не может быть речи. Что надо в этом случае сделать? Обязательно, как только услышите матерное слово, вы хотя бы про себя там кратко молитву про Господи помилуй. И хотя бы так мысленно перекрестите пищу, мысленно перекрестите пищу. Как только мы с вами мысленно перекрещиваем пищу, то та негативная информация, которая от слова влетела в нее и потом попадает в ваш организм, знаете, вот трудно это все понимать, но благодаря тому, что у нас появились компьютеры и мы входим в интернет и оттуда лезут вирусы. Хотим мы того, не хотим этого. Так вот, любое слово оказывается плохое, оно как вирус начинает входит в нашу систему и начинает потихонечку ее разрушать. У них это сильнее, у других это меньше. Организм старается все это преодолеть, чтобы, как бы наша система работала нормально. Поэтому услышали матерное слово, раз, там, мысленно перекрестили, раза, два, три, и все, и после. так. самое время закладывать. нет, нет, Анюша наша спешит, ни в коем случае, смотрите, вода еще кипит, кипиток, представляете, зерно, оно живое, оно растет, и только она сразу в кипяток попала, что получается? Как только она попала, вот, она чувствует ожог, она чувствует боль, и поэтому там и белки там сворачиваются, и витамины там разрушаются. Подождем Подождем, как только У нас остыть Я выключила, она готова Только соль надо добавить Соль будем по вкусу добавлять непосредственно В блюдо Как только Температура снижается до 45 градусов Это та температура При которой не разрушаются Ни белки, ни витамины Мы тогда Уже в готовое блюдо Каждый берет себе Одну ложечку, две ложечки Красота везде должна быть Потому что красота Это признак гармонии Признак душевной радости И когда все это делается Действительно красиво То человек получает Ищет с пищей Такие благоприятные эмоции Которые начинают питать Его душу Потому что пища питает наше тело А возвышенное мышление Обращение к Богу с молитвой Способствует тому Что оно питает еще душу Кстати, вот это вот блюдо Мы которое с вами приготовили Во время поста Очень удачно Здесь не содержится Никакой животной пищи Поэтому его можно Смело есть А проросшая пшеница Которая здесь содержится Сейчас уже будет содержаться Она Дает силу Насыщение И снабжает нас Всеми витаминами Некоторые говорят А во время поста Можно витаминки есть Для того, чтобы Поддержать Нет Вот эта пища Будет как раз Снабжать нас Ответ можно Вот они Самые витамины Итак Ты сколько будешь? Я хотела за вами поухаживать Хорошо Мне две столовые ложечки Вот С горкой две Одна Вот Хорошо Ну и мне тогда полторы Давай полторы Слушайте, 20 минут И готово Замечательное блюдо А вот для тех Кто Поститься хочет Но чувствует слабость Делайте по средам И по пятницам Приятного аппетита Приятного аппетита Так А если знаете Еще так пою Господи Богослови пищу Которую нам посылаешь Приятного аппетита И Начинаем Кстати Когда ешь Проросшую пшеницу Она так Приятно Похрустывает На зубах Постный супчик Постный супчик Мило Можешь добавить туда Соли Могу Могу перца Я думаю, что Программу заканчивая Мы оставим за собой Право доесть Уже после программы Но я уверена Что после того Как мы с вами доедим Просто поблагодарим Бога За то, что Дал нам эту пищу Да? Да И помните Что вот мы думаем Что это мы поедаем На самом деле Если взять по большому счету Господь Бог Через нас поедает Поэтому насыщайтесь Ровно столько Сколько вам надо Не переедайте И Господь вам воздаст Здоровьем И благополучием Будьте здоровы До встречи До встречи Все программы на ТВ Рассказывают о вкусной И бесполезной А то и вредной Для здоровья кулинарии Только наша программа Рассказывает о полезных Свойствах продуктов И целебной кухни Пишите нам Присылайте свои рецепты Рассказывайте о том Как они вам помогли Исцелиться И помните Заповедь древних врачевателей Пусть лекарством будет пища А пища лекарством С вами была Целебная кулинария До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова